Не оплатил долги и попрощался с автомобилем. Пока временно. Судебные приставы при содействии сотрудников госавтоинспекции арестовали автомобиль неплательщика. Его долг составил более 30 тысяч рублей. Подавляющее большинство среди них штрафы за нарушение скоростного режима. Ленаргий Натурин поговорил с владельцем и узнал, почему мужчина не платил по счетам. Я как бы плачу. Я же вообще как бы не плачу. По факту я не плачу. Как возможно сеть, я не плачу. О том, что водитель БМВ часто нарушает правила дорожного движения, свидетельствует количество выписанных ему штрафов. Всего их 30. При этом мужчина должен заплатить 34 тысячи рублей. Копятся они с прошлого года и, судя по всему, покончить с долгами мужчина собирался еще не скоро. Поэтому приставы совместно с автоинспекторами сами пришли к нему домой и вызвали в отделение. Может, сколько штрафов у меня в семье больше? Может, надо будет больше? Ну, ее в курсе. Но платить за долги на месте мужчина не стал. На это, говорит, есть свои причины. Получается так, как я не могу плачивать полностью, а потому что я не работаю. В этом случае судебные приставы арестовывают транспортное средство и дают его владельцу 10 дней, чтобы погасить задолженность. Если за это время хозяин машины так и не оплатит штрафы, автомобиль будет реализован. Вырученные деньги идут в счет погашения долга, остальное возвращается хозяину. Данное транспортное средство принадлежит гражданину, который имеет неоплаченные штрафы на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. В связи с этим сейчас производится акт описи ареста имущества. Данное транспортное средство будет изъято и эвакуировано на штрафстоянку. К такому повороту водитель был не готов, но расставаться со своей машиной не спешил. После разбирательства мужчине все же пришлось отдать документы и попрощаться с автомобилем. Транспортное средство увезли на штрафстоянку. На уплату административного штрафа у нас дается 60 дней и 10 дней на обжалование. То есть в этот срок гражданин должен оплатить административные штрафы. В случае же, если он не оплачивает данные административные штрафы, ему грозит арест до 15 суток, обязательная работа, а также удвоение данного штрафа в двухкратном размере. Таких нарушителей, говорят автоинспекторы, в Казани достаточно, а потому подобные рейды проводятся ежедневно. Ленар Генатуллин и Ленар Хатыпов. Вызов 112.